Доходы России от нефти и газа могут снизиться на треть в этом году. Санкции, закрытие европейских рынков, ограничение цен на энергоресурсы подрывают российскую экономику. Российский бюджет очень здорово недополучает. И чем дольше будет продолжаться подобное ограничение, тем будут реально уменьшаться доходы российского бюджета. По предварительным оценкам общий объем поступления нефти в доллар в российский бюджет составляет 35%. Но вот считайте, что как минимум на процентов 20-25 эти суммы будут меньше. Уже сейчас Кремль теряет 172 миллиона долларов в день благодаря лимиту цен на нефть. А после 5 февраля, когда ограничения распространятся и на нефтепродукты, бюджет России ежедневно будет недополучать по 280 миллионов долларов. Совершенно очевидно, что этот год будет достаточно тяжелым для российского бюджета. Россия потеряла свой премиальный рынок как для нефти, так и в основном для газа. Александра Прокопенко – независимый аналитик, бывший сотрудник Московского Центробанка. В комментарии изданию «Политику». Вследствие санкций экспорт российского газа снизился в полтора раза с 250 до 140 миллиардов кубометров. С сокращением экспорта падает и добыча. Ведь хранить энергоресурсы негде, и России придется закрывать месторождения. Миллионы россиян останутся без работы. Не востребованы внутри страны ни природный газ, ни нефтяное сырье. И это означает, что в нынешнем году объемы добычи газа будут продолжать сокращаться. В первую очередь пострадают европейские регионы Российской Федерации. Это Татарстан, Башкортостан. Сокращение добычи коснется Ханты-Мансийского и Ямаланенецкого регионов. Причем это может привести к тому, что произойдет отток населения из этих регионов. Эксперты уверены, Россия не сможет вернуться к довоенным объемам экспорта. Найти покупателей на газ невозможно. Газопроводы Федерации ориентированы на поставки в Европу, а страны ЕС резко сократили потребление голубого топлива из России. Надежды на силу Сибири, трубопровод в Китай тоже нет. Пропускная способность его небольшая. Увеличить экспорт сжиженного природного газа Российская Федерация не в состоянии, поскольку «Газпром» проморгал тот момент, когда необходимо было строить флот газовозов. Он посчитал, что это бесполезная трата средств. Теперь ни технологий крупнотоннажного сжижения, ни флота газовозов газовая отрасль Российской Федерации не имеет. Вот этот запал, когда индийские компании начали покупать российскую нефть, он быстро прошел. И сейчас ни Китай, ни Индия не демонстрируют желание покупать больше, чем они покупали у России до этого. К тому же возможности логистические Российской Федерации по экспорту нефти в южно-азиатском направлении, в направлении Юго-Восточной Азии, они ограничены. При этом Кремль наращивает финансирование войны. Боеприпасы, ракеты, ремонт техники, зарплаты, довольствие солдатам и гробовые обходятся в миллиарды долларов. Поэтому Путин будет экономить, как обычно, на россиянах. Первая ласточка будет в марте месяце. То есть тогда, когда заработают оба эмбарго. И чем дальше, тем оно будет накапливаться. Естественно, что следующим этапом будет сокращение объема добычи и уменьшение выплат по социальной программе. Потому что социальные программы являются альтернативой финансированию ВПК. Естественно, будут сокращаться финансирования социальных программ. Естественно, будут уменьшаться реальные доходы российского населения. Уже в прошлом году реальные доходы упали. Впервые за очень длительный период времени глубина падения будет увеличиваться. Впрочем, Кремль уже давно урезает расходы. Первыми под нож пошли инфраструктурные проекты. Например, 300 миллиардов рублей Кремль сэкономил на железной дороге. Точнее, на ее отсутствии. Северный широтный ход. Это проект железнодорожной магистрали в арктической зоне. Заморозили на неопределенный срок. Порезали и социальные программы. Даже те, которые Путин анонсировал лично. Например, выплаты на детей. Ксения Оборвиненко для телеканала Freedom.